Строители закрепляют брус к крану. Кран поднимает брус вместо стройки. Девятилетний Герман Паульс показывает свой проект. Школьник уверяет, он пытался собрать беспроводную модель подъемного крана. После создал специальное приложение, чтобы им управлять. Мальчик надеется, проект станет лучшим на окружном чемпионате по робототехнике. В 2014 году Дед Мороз мне подарил такой конструктор Lego F3. Один год я победил с этим набором. И намерен второй год тоже победить. Его соперник уже получил предложение обучаться в университете. Когда-то девятиклассник Николай Черных из Ревды разработал проект космической программы для освоения Марса. А здесь он представляет модель лифта. Над ним школьник трудился неделю. Лифт построен на основе самого первого электрического лифта. То бишь у нас есть мотор и есть основа и есть кабинка, которая благодаря креплению по этой основе ездит. То есть все работает на тросах. Другая команда показывает снегоуборочную машину будущего, которая выполняет свои функции без водителя. А эти роботы будут соревноваться в заездах. Пройти трассу нужно как можно быстрее и без ошибок. Механизмы участники чемпионата должны были заранее собрать и запрограммировать. Лучше всех в первом заезде показывает себя робот команды первоуральцев. Хотя у них задача самая сложная. За 45 минут мы выяснили, что программа наша была приготовлена для соревнований, удалилась. Пришлось писать новую программу по наброскам. Первоуральский лицей номер 21 впервые принимает такой чемпионат. И учебное заведение является региональной инновационной площадкой, выигравшей конкурс по развитию инженерного и естественно-научного образования. Был объявлен конкурс среди региональных инновационных площадок как раз по развитию инженерного и естественно-научного образования. И в августе этого года мы стали победителями этого конкурса. Чемпионаты проходят и в других городах области. В Первоуральске показывают свои достижения местные школьники и ребята из Ревды и Полевского. Победители определят в пяти разных номинациях. Они примут участие в областном этапе чемпионата по робототехнике.